— Ее издуму против ее желания? Не знаю, может быть. — Почему она тогда не позвала на помощь? Линда покачала головой, но он и не ждал от нее ответа, потому что он уже на него ответил сам. — Она, может быть, не могла позвать, — сказал он и встал. — Ты имеешь в виду, что она не жалась к нему? Что ее чем-то накачали? Что если бы он ее не держал, она бы просто упала? То есть она к нему не жалась, а висела на нем? Именно это я и имею в виду. Он зашагал к себе так быстро, что ей пришлось почти бежать. На ходу он постучал в полуоткрытую дверь Стефана Линдмана и распахнул ее. Стефана на месте не было. В коридоре появился Мартинсон. В руках у него был большой плюшевый медведь. Это еще что раздраженно гартнул Курт Валлендер. — Мишка. Изготовлен на Тайване. Брюхо набито амфетамином. Пусть, черт побери, кто-то еще этим займется. Я и собирался отдать его Свартману. — Если бы ты меня не задержал, — сказал Мартинсон со злостью. Валлендер словно бы и не заметил обиду Мартинсона. — Постарайся собрать как можно больше людей, — сказал он. — Начнем через полчаса. Мартинсон ушел. Первое, что она увидела, войдя в его кабинет, — осколки фарфорового быка так и лежали на столе. — Я не собираюсь его склеивать, — ответил он на ее немой вопрос. Но я загадал. Пусть лежат. Пока мы не разберемся с этой историей. Он перегнулся к ней через стол. — Ты не спросила Яссера, не слышал ли он, как говорит этот зебрин-спутник? — Забыла. Позвони. — Я не знаю, какой у него телефон. Он набрал шесть цифр справочного бюро и протянул ей трубку. Линда попросила соединить ее напрямую. Ответил Яссер. — Нет, он не слышал, чтобы тот разговаривал. — Я очень волнуюсь, — сказал он. — Что случилось? — Ничего, — ответила Линда. — Спасибо за помощь. Она отдала отцу трубку. Ни слова. Он тихо раскачивался на стуле, уставясь на свои руки. В коридоре послышались какие-то голоса и стихли. — Мне это очень не нравится, — сказал он наконец. — Соседка права. Никакая мать не оставит малыша одного. — Я что-то такое чувствую, — робко сказала Линда. — Что-то... Я должна была бы догадаться, что это такое ощущение, что это самое это, где-то совсем рядом. Мне все время кажется, что я должна была бы видеть какую-то внутреннюю связь, как ты это называешь, а я не вижу. Он внимательно на нее смотрел. — То есть ты как будто бы уже понимаешь, что случилось и почему? Она отрицательно покачала головой, словно бы я каким-то образом ожидала что-то в этом роде. Не знаю, как объяснить. У меня такое странное чувство, что это не зебра исчезла, а Анна. Опять. Он долго молчал, не спуская с нее глаз. — Значит, ты не можешь объяснить свою мысль. Если бы. Мы дадим тебе и зебре несколько часов. Если она не появится, а ты не поймешь, что это такое ты знаешь. Но не понимаешь. Надо действовать, пока ты останешься здесь. Она последовала за ним в комнату для совещаний. Отец дождался, пока все собрались, закрыл дверь и рассказал о зебре. Линда заметила, что все слушают с напряженным вниманием. — Слишком много исчезновений, — закончил Курт Баллендер. — Исчезают, возвращаются, опять исчезают. — Случайно или же по каким-то пока непонятным для нас причинам все эти исчезновения крутятся вокруг моей дочери. От этого, как вы понимаете, ситуация нравится мне еще меньше. Он бросил ручку на стол так, что она подпрыгнула и рассказал о встрече с Анитой Тадеман. Линде было очень трудно сосредоточиться. Она все время ерзала на стуле, пока Стефан не посмотрел на нее и не улыбнулся. Теперь она вновь заставила себя слушать внимательно. — Аниту Тадеман приветливой дамой не назовешь. Это скорее пример того, насколько малоприятными и высокомерными могут быть люди из так называемого сконского высшего класса, у которых остались замки и другое состояние. Но она поступила правильно, обратилась в полицию, потому что посчитала это важным. Один из ее родственников, он живет там же, неподалеку, видел на опушке леса какую-то странную компанию. Минимум двадцать человек появились и исчезли. Это, конечно, могли быть туристы, но уж очень таинственно они себя вели, будто прятались, не похоже на туристов. — А на что, похоже? — прервала его Анн Брит. — Мы не знаем. Но там рядом есть, как вы помните, избушка на курьих ножках, где была зверски убита женщина. Там двадцать человек не поместятся. Если предположить, что они там ночуют, знаю, что не поместятся. И все равно эти сведения очень важны. — Мы уже знаем, особенно после Френны статской церкви, что преступник не один. А теперь нельзя исключить, что их много. — Это странно, — сказал Мартинсон. — У меня не укладывается. Ты считаешь, что мы имеем дело с целой бандой убийц? — Это может быть секта, — сказал Стефан Линдман. — А может быть и то, и другое, — сказал Валлендер. — Или что-то третье. — О чем мы пока? — Не имеем ни малейшего понятия. К тому же это может быть и просто чепуха. Выводов пока не будем делать. Даже предварительных. — Ну, хорошо. Давайте оставим в покое госпожу Тадеман и продолжим. Стефан рассказал о Хоконе, Хольмберге и ключах. О том, что Линда была с ним, он умолчал. — Опять человек с акцентом. Наш норвежский след. Или норвежско-датский. Опять он на горизонте. — То есть мы можем предположить, что это ключи от церквей в Хурупе и Френнастаде. А что предполагать, когда мы это точно знаем, — сказал Нюберг. Сравнивали. Все замолчали. — Норвежец заказал ключи, — сказал Курт Валлендер. Американку удавили в церкви. Кто и почему? Вот это мы и должны понять в первую очередь. Он повернулся к Анбрид. Что говорят датчане о человеке по имени Викстен, учитель фортепиано. Раньше работал концертмейстером в Королевской опере, был очень популярен, а сейчас совершенно не в себе. И ему все труднее себя обслуживать. Но никому неизвестно, чтобы кто-то у него жил, и в первую очередь ему самому. А Ларсен продолжает настаивать на своей версии с наркотиками. Курт быстро глянул на дочь. — Задержимся на минутку в Дании, — продолжил он. Что удалось узнать об этой женщине, Сильве Расмуссен? Мартинсон покопался в папке и выудил нужную бумагу. Она беженка. Приехала в Данию после обывала Восточного блока. Тогда ее звали по-другому. Обычная история. Наркотики, улица. Проституция. Ее, похоже, любили. И подруги, и клиенты. Никто ничего плохого о ней не говорит. Ничего примечательного в ее жизни нет, если, конечно, не считать, что вся ее жизнь — это трагедия. Мартинсон, прежде чем отложить лист, еще раз пробежал его глазами. Никто не знает, кто был ее последним клиентом. Но можем исходить из того, что именно он ее и убил. Ежедневника у нее не было? Нет. В квартире нашли отпечатки пальцев двенадцати человек. С ними сейчас разбираются. Если что, найдут интересное, сообщат. Линда обратила внимание, как работает отец. Он все время пытается понять значение тех или иных появляющихся данных. Ничто не принимает пассивно, а ищет в фактах и высказываниях скрытый смысл. — Женщина в церкви, — сказал он. На нее поступила еще куча данных. Все бы так работали, как эти ребята в Штатах. Мистер Ричардсон просто превзошел самого себя. Факсы и письма идут пачками. Жаль только, что все это никуда не ведет. Почему и как она оказалась в шведской церкви, где ее задушили, остается загадкой. Он попросил всех высказаться. Все поделились своими соображениями, кроме Линды. Через полчаса они сделали перерыв проветрить помещение и выпить кофе. Линда осталась в комнате присмотреть за открытым окном. Внезапно порывом ветра со стола сбросила датские бумаги Мартинсона. Собирая их, она наткнулась на фотографию Сильви Расмуссен. Линда внимательно рассматривала лицо. В глазах молодой женщины было что-то настолько жалкое и запуганное, что Линда вздрогнула, подумав о ее страшной судьбе. Она уже хотела положить бумаги на стол и прижать их чем-то, как вдруг ее внимание привлек один из листов. По данным судебного медика, Сильви Расмуссен сделала три аборта. Линда уставилась на бумагу. Она вспомнила двух датских яхтсменов за угловым столиком, малыша на полу и зебру, вдруг начавшую рассказывать про свой, сделанный почти что в детстве, аборт. Она вспомнила ей резкую реакцию Анны. Линда замерла, устала, уставившись на фотографию. В комнату вошел отец. — Мне кажется, я поняла, — сказала она. — Что ты поняла? — Сначала ответь мне на вопрос. Насчет этой женщины из Сталсы. Какой вопрос? Она покачала головой и показала на дверь. — Закрой дверь, пожалуйста. — Вообще-то у нас совещание. Я ничего не соображаю, когда все здесь. А мне кажется, что то, что я хочу сказать, очень важно. Он посмотрел на нее, увидел, насколько она взволнована, и молча закрыл дверь. Глава 43 Может быть, в первый раз, не сомневаясь, не делая скидок на ее неопытность, он принял ее всерьез. По крайней мере, впервые за тот период, когда она стала считать себя взрослой. В детстве, в самые тяжелые периоды жизни, когда неумолимо разрушался брак родителей, она, пусть подсознательно, по-детски, но понимала, что отец принимает ее всерьез. Позже он стал напоминать ей задиристого старшего брата, которого у нее никогда не было и по которому в глубине души она, видимо, тосковала. Потом было еще много разных, но всегда непростых отношений. Она все еще с дрожью вспоминала моменты, когда он по-настоящему ревновал ее к ее приятелям. Дважды он в буквальном смысле вышвыривал из дома ее ни в чем не повинных поклонников. Еще как-то она обнаружила, что он шпионит за ней в лодочной гавани в Истаде. Сейчас она была совершенно вне себя. От пришедшей ей в голову догадки. Отец высунул голову в коридор и крикнул, что совещание откладывается. Кто-то запротестовал, но он уже не тратил время на возражения, просто захлопнул дверь. Они сидели за столом друг напротив друга. Что ты хотела спросить? Мне нужно знать, делала ли аборты женщина по имени Харриет Болсон? А Бергитта Мэтберг? И если моя догадка верна, в первом случае ответ будет «да», а во втором «нет». Он нахмурился. Сначала непонимающе, потом нетерпеливо. Вытащил пачку бумаг и начал их быстро просматривать. Ни слова про аборты. Там все про нее? Разумеется, нет. Описание человеческой жизни, как бы на первый взгляд незначительно и неинтересно она ни была, потребует куда больше бумаги, чем может поместиться в этой папке. Жизнь Харриет Болсон, по всем данным, была далеко не самой загадочной и интересной. Но делала ли она аборты или нет? Из бумаг, присланных мне Кларком Ричардсоном, понять невозможно. А Бергитта Мэтберг? Не знаю. Но это, думаю, легко узнать. Взять да позвонить ее противной дочке. Впрочем, может быть, детям про такие дела не рассказывают. Мона, насколько мне известно, никогда никаких абортов не делала. Может быть, ты что-нибудь знаешь? Нет. Не знаешь или не делала? Мама не делала абортов. Я бы знала. Я ничего не понимаю. Не понимаю, почему это так важно. Линда задумалась. Конечно, она может ошибаться. Но она почему-то была твердо убеждена, что права. Можно попытаться навести справки. Делали они аборты или нет? Я наведу все необходимые справки, как только ты объяснишь, почему это так важно. Линда почувствовала, как в ней словно что-то оборвалось. Она ударила обоими кулаками по столу и зарыдала. Она терпеть не могла плакать на глазах у отца. Да и не только у него, у кого бы то ни было. Единственным человеком, перед кем она не стеснялась плакать, был дед. Я, конечно, попрошу их все выяснить, сказал он и встал. Но когда я вернусь, ты должна объяснить, почему все это настолько важно, что мне пришлось перенести совещание. Здесь речь идет об убитых людях. Это не упражнение в школе полиции. Линда схватила стоявшее на столе стеклянное блюдо и запустила в отца. Он не успел увернуться. Блюдо угодило ему в лоб и растекло бровь. По лбу тут же заструилась кровь и начала капать на папку с надписью «Харриет Болсон». Я не хотела. Он схватил бумажную салфетку и прижал ко лбу. Я перестаю себя контролировать, когда ты меня унижаешь. Он вышел из комнаты. Линда подобрала осколки. Ее била дрожь. Она знала, что он вне себя от гнева. Не только она, но и он не выносил унижений. Но она не раскаивалась. Через пятнадцать минут он вернулся. Лоб заклеен пластырем. На щеке — засохшая кровь. Линда приготовилась к худшему, но он молча сел на свой стул. — Как ты? — спросила она. Он пропустил мимо ушей ее вопрос. Анбрид Хеглунд звонила Ванье Йорнер, дочери Бергитты Медберг. Та совершенно озверела, услыхав вопрос, начала грозить, что обратится в прессу и расскажет, что мы никуда не угодные полицейские и занимаемся чем угодно, только не своей работой. Но Анбрид как-то удалось ее утихомирить и выжить из нее, что она на девяносто девять и девять десятых процентов уверена, что Бергитта Медберг никогда в жизни абортов не делала. — Я так и думала, — пробормотала Линда. — А другая. — Истался. — Анбрид дозванивается в Штаты. Мы никак не можем сообразить, сколько у них там сейчас времени, но чтобы сэкономить время, она звонит, а не шлет факсы. Он прикоснулся к повязке. — Теперь твоя очередь. — Линда говорила медленно. Во-первых, потому что голос ее плохо слушался, а во-вторых, чтобы ничего не пропустить. Пять женщин. Три из них мертвы, одна пропала, еще одна тоже пропадала, но вернулась. Я вдруг поняла связь. Мы почти уверены, что Бергитту Медберг убили, потому что она по ошибке забрела куда не надо. То есть она стоит как бы особняком. — Сильви Расмуссон убита. Из бумаг, присланных из Копенгагена, ясно, что она сделала несколько абортов. Предположим, что нам скажут, что Харриет Болсон тоже делала аборты. Один или несколько. И, наконец, четвертая — зебра. Всего пару дней назад она рассказывала мне, что в пятнадцать лет сделала аборт. Я почти уверена, что это то, что объединяет всех этих женщин. Она замолчала и налила себе воды. Отец, глядя в стену, барабанил пальцами по столу. — Пока не понимаю. Я не закончила. Зебра рассказывала про свой аборт не только мне. Анна Вестен слышала все то же, что и я. Ее реакция была для меня полной неожиданностью, и для зебры тоже. Она просто рассверепела. Сказала, что это смертный грех. Она знать не желает таких женщин и ушла. А теперь, когда Анна поняла, что зебра пропала, она рыдала, тряслась, вцепилась мне в руку так, что я думала, рука оторвется. Но у меня такое ощущение, что она боится не за зебру, а за себя. Линда замолчала. Отец снова поправил повязку на лбу. — Что ты хочешь этим сказать? Что значит боиться за себя? Я не знаю. — Ты должна попытаться объяснить. Я говорю, как есть. Я уверена и в то же время не уверена. Как это может быть? Не знаю. Он по-прежнему смотрел отсутствующим взглядом поверх ее головы в стену. Линда знала, что когда он вот так смотрит в пустоту, это означает высшую степень сосредоточенности. Ты должна рассказать остальным, — сказал он. — Я не могу. — Почему? — Я нервничаю. — Я могу ошибиться. А вдруг та женщина из сталсы, девственница, вообще слова «аборт» не слышала? — Я даю тебе час на подготовку, не больше, — сказал он и поднялся. — Пойду скажу остальным, что соберемся через час. Он вышел, хлопнув дверью. Линде показалось, что она теперь вообще не сможет выйти из комнаты. Что он ее запер не ключом, а этим приказом, этим отмеренным временем для подготовки час, не больше. Ей надо все записать. Она потянула к себе первый попавшийся из лежащих на столе блокнотов, открыла. На первом же листе была дурно нарисована голая женщина в откровенно зазывной позе. С удивлением обнаружила, что блокнот принадлежит Мартинсону. А чему удивляться? Почти все знакомые парни половину времени тратят на то, чтобы мысленно раздевать всех попадающихся им на глаза женщин. Рядом с диапроектором она нашла чистый блокнот. Записала имена всех пяти женщин и кружочком обвела имя зебры. Через сорок пять минут ее заточение дверь открылась, и вошла целая делегация. Впереди маршировал отец, размахивая каким-то листочком. Харриет Болсон дважды делала аборт. Держа в руке все те жачки-бездушки, он прочитал. У нас тут не принято так легко и откровенно говорить о подобных вещах. Мне пришлось даже прикрикнуть. Да, вы правы. Эта женщина дважды делала то, о чем вы спрашиваете. Могу предположить, что это важно. Почему? Он сел, и все остальные последовали его примеру. Вопрос Кларка Ричардсона имеет решающее значение. Почему? Это мы должны доказать. Пожалуйста, Линда, изложи твою теорию. Линда глубоко вдохнула и чудом, ни разу не сбившись, рассказала о своих подозрениях. Совершенно очевидно, что Линда наткнулась на след, который может быть очень важен. Мы, конечно, ни в чем не можем быть уверены. Мы продолжим двигаться очень осторожно, потому что опора все время ускользает. Но, конечно, Линдину теорию мы должны учитывать. Может быть, она ближе к истине, чем все то, что нам до сих пор удалось напридумать. Дверь открылась. Демонстративно на цыпочках вошла Лиза Хольгерсон и присела с краю. Курт Валлендер бросил бумагу на стол и поднял руки, как будто вот-вот он даст знак, и под его управлением грянет оркестр. Мы видим перед собой что-то, чему даже и название подобрать не можем. И все же это что-то существует. Он поднялся и придвинул штатив с большим метр на метр блокнотом, которым пользовались при докладах вместо грифельной доски. На первом же листе было крупно написано «Повысьте же зарплату, мать вашу, так!» Все оживились. Даже Лиза Хольгерсон рассмеялась. Курт Валлендер, наконец, нашел чистый лист. Он улыбнулся. — Как вы знаете, я очень не люблю, когда меня перебивают. А свистать можете сразу, как закончу. — У меня даже помидоры есть, — грозно сказал Мартинсон. Анбрид припасла тухлые яйца. Остальные просто начнут стрелять. Твоя дочка, похоже, уже пристрелялась. У тебя, кстати, повязка промокла. Ты похож на Добельна при Ютосе. Добельн при Ютосе. Героическая поэма Югана Людвига Руннеберга. 1804-1877. Финского поэта, писавшего на шведском языке. Георг Карл фон Добельн. 1758-1820. Шведский генерал. Был ранен во время русско-шведской войны 1788-1790 годов. И с тех пор носил на лбу черную повязку. — Это еще кто такой? — спросил Стефан Линдеман. — Тот, который мост охранял в Финляндии, — сказал Мартинсон. — Чему вас только учили в школе? — Того по-другому звали. Кто мост охранял? — сказала Аннбрид. — Мы в школе проходили. Это какой-то русский писатель написал. — Финский, — уверенно сказала Линда. — Его звали Сибелиус. Сибелиус Ян, 1865-1957, знаменитый финский композитор, положивший на музыку много стихов Руннеберга. — О, дьявол! — растерянно пробормотал Курт Валлендер. Мартинсон встал. — Это надо выяснить. — Я позвоню Альбину, моему брату. Он учитель. Мартинсон вышел. — Мне кажется, его звали не Сибелиус, — сказала Лиза Хольгерсон, — но что-то в этом роде. Наступило молчание. Все ждали Мартинсона. Он появился через несколько минут. — Тапелиус, — сказал он. Тапелиус Сакхаряс. 1818-1898. Финско-шведский писатель, никакого отношения к поэме «Добельн при Ютосе» не имеющий. Его звали Тапелиус, но у «Добельмана» и в самом деле была здоровая повязка на лбу. Так что я был прав. Никакой мост он не охранял, — пробормотала Аннбрид Хёглунд. Наступила тишина. Итак, попытаемся суммировать все, что нам известно, — сказал Курт Валлендер. Он говорил довольно долго, потом сел и сказал, — мы сделали упущение. Надо было этому маклеру, тому, что продал дом в Лестерпе, дать послушать эту запись с горячими лебедями. Привезите его сюда побыстрее. Мартинсон снова вышел. Стефан Линдман приоткрыл окно. — А Норвегию запрашивали? — Что это за тургейр Лангоус? — поинтересовалась Лиза Хольгерсон. Курт Валлендер посмотрел на Аннбрид. — Ответ пока не пришел, — сказала она. — Выводы, — сказал Валлендер, и поглядел на часы, давая понять, что совещание скоро закончится. — Рано еще, конечно, но мы должны уже сейчас работать в двух направлениях. Во-первых, потому что все вроде бы связывается. Во-вторых, потому что ничего не связывается. Но за исходный пункт примем, что мы имеем дело с людьми, планирующими и совершающими поступки, на первый взгляд, представляющиеся чистейшим безумием, но для них это никакое не безумие — жертвы, пожары, ритуальные убийства. — Я все думаю про эту Библию, куда кто-то вписывал новые тексты. Легче всего заявить — это псих, но, может быть, и не псих. Целенаправленный план — целеустремленные исполнители, но при этом непостижимая извращенная жестокость. — Я, помимо всего прочего, твердо уверен, что надо спешить. Они словно бы нагнетают темп. Сейчас главное — найти зебру. — И поговорить с Анной Вестин. Он повернулся к Линде. — Я попрошу тебя привезти ее сюда. Для дружеского, но совершенно необходимого собеседования скажи, что мы все обеспокоены исчезновением зебры. — А у кого малыш? Вопрос Анн Брит Хёглунд был обращен к Линде. На этот раз никакого высокомерия в ее манере не было. У соседки? Она иногда берет мальчика, если зебри куда-то надо. Курт Валландер припечатал ладонь к столу, давая понять, что совещание закончено. — Тургейр Лангоус, — сказал он, поднимаясь, — поторопите, коллег, в Норвегии. А все остальные — на поиски зебры. Она пошла с ним выпить кофе. За четверть часа они не сказали друг другу ни слова. Молчание прервал присевший к столу свартман. В Вестеросе нашли отпечатки пальцев, совпадающие с экслевскими. Может оказаться, что и протекторы те же. То есть не в Вестеросе и экслеве, а в Сельвесборге и Треллеборге. — Думаю, тебе это было бы интересно. — Вовсе нет. Я даже не знаю, о чем ты говоришь. Свартман выглядел совершенно несчастным. Линда хорошо знала, как невыносим отец, когда он в плохом настроении. — Динамит, — сказал Свартман. — Кража динамита. — У меня сейчас нет времени. Что, больше некому этим заняться? Я этим занимаюсь. — Это не я, а ты сказал, что хочешь знать подробности. — Разве я так сказал? — Не помню. Но теперь вижу, работа кипит. Свартман поднялся и ушел. О чем он говорил? — Одно из дел. Похоже на организованные кражи динамита. Уже несколько месяцев прошло. В Швеции, по-моему, никогда не воровали. Взрывчатку в таких масштабах. Вот и все. Они пошли в его кабинет. Минут через двадцать Мартинсон постучал и, не дожидаясь разрешения, распахнул дверь. Увидев Линду, он удивился. — Извини. — В чем дело? — Приехал Туре Магнуссен. Слушать запись. Отец буквально спрыгнул со стула. Схватил Линду за руку и потащил за собой. Туре Магнуссен почему-то нервничал. Мартинсон пошел за лентой. Поскольку отцу позвонил Нюберг и немедленно начал свару по поводу какого-то тормозного следа, который они прошляпили, «Магнуссеном пришлось заниматься Линде». — Вы нашли этого норвежца? — Нет. — Не уверен. Опознаю ли голос? — Никто этого и не требует. Мы можем только надеяться. Отец повесил трубку. Вернулся Мартинсон. Вид у него был озабоченный. Запись должна быть здесь, — сказал он. — В архиве ее нет. — Никто ее не вернул? — Так надо понимать, — раздраженно спросил Валлендер. Я не возвращал. Они начали искать на полке за магнитофонами. Отец сунул голову в дежурку. Мы потеряли запись, — заревел. Кто-нибудь может помочь? К поискам присоединилась Анбрид. Но пленки не было. Валлендер постепенно наливался кровью. Но взорвался не он, а Мартинсон. Какого черта заорал он? Какого черта? Как можно работать, если важнейшие архивные материалы просто-напросто исчезают? И швырнул об стенку инструкцию к магнитофону. Поиски продолжались. Линде на какой-то момент показалось, что вся истатская полиция ничем другим не занимается, кроме поисков несчастной магнитофонной пленки. Запись исчезла. Линда глянула на отца. Он выглядел смертельно уставшим, даже потерянным. Но она знала, что это ненадолго. Что ж, нам остается только извиниться, — наконец сказал он Туре Магнусону. Запись, как видите, исчезла. И голос вместе с ней. — Могу я предложить одну вещь? — спросила Линда. Она долго колебалась, но все-таки наконец решилась. Мне кажется, я могла бы сымитировать голос, — сказала она. Там, конечно, говорит мужчина, но попробовать можно. А Анбрид Хеглунд поглядела на нее с неодобрением. Почему ты считаешь, что тебе удастся его изобразить? Линда могла бы дать ей исчерпывающий ответ. О том, как они с подругами еще в первый месяц с обучения в школе полиции развлекались тем, что изображали голоса известных телеведущих. Она никогда раньше этого не делала, но у нее получилось так похоже, что все пришли в восторг. Тогда она посчитала, что это просто везение, всегда сопутствующее новичкам. Но когда она потом, оставшись одна, попробовала имитировать другие голоса, выяснилось, что у нее просто талант. Были, правда, голоса, которые ей не удавалось воспроизвести, но в большинстве случаев попадание было несомненным. Но она сказала только, я могу попытаться. Мы же ничего не теряем. Появившийся Стефан Линдман одобрительно ей кивнул. Ну что же, раз уж мы для этого собрались, все еще колеблись, — сказал Валлендер, и попросил Туре Магнусона. Отвернитесь. Смотреть вы не должны. Только слушать. Если хоть чуть-чуть не уверены, сразу скажите. Линда наметила план. Она пойдет к цели непрямо, а в обход. Кто помнит, что он там говорил? Спросил Стефан. Самая лучшая память оказалась у Мартинсона. Он повторил текст слово в слово. Линда знала, как приступить к делу. Ей надо было убедить не только Маклера, но и всех присутствующих. Запись слышали все. Она заговорила низким голосом, с акцентом. Туре Магнусон покачал головой, не уверен. Мне кажется, что я слышал этот голос. Вроде бы. Я повторю, — сказала Линда. Мне с первого раза не очень удалось. Никто не возражал. Она повторила текст. — Не знаю, — сказал Маклер. — Поручиться не могу. Последний раз, — сказала Линда. Она вдохнула глубоко и произнесла текст, прекрасно зная, что на этот раз она воспроизводит интонацию говорившего совершенно безупречно. Когда она замолчала, Туре Магнусон резко обернулся. — Да, — сказал он. Так он и говорил. Это он. — С третьей попытки. — Скептически заметила Анн Брид. — И что это нам дает? Линда даже не пыталась скрыть удовольствие. Отец тут же это заметил. Чему ты так радуешься? Что, ему с третьей попытки что-то там показалось? Я радуюсь тому, что первые два раза я нарочно искажала истинную интонацию, а на третий раз воспроизвела ее точно. — Я не услышала никакой разницы, — недоверчиво сказала Анн Брид Хеглунд. — Когда имитируешь голос, все должно быть абсолютно точно. Мельчайшая неточность сделает его неузнаваемым. — Ну и ну, — сказал Курт Валлендер. — Что? В самом деле так, в самом деле. Он уставился на Туре Магнусона. Вы-то уверены? — Думаю, что да. — Тогда спасибо. Никто, кроме Линды, даже не пожал ему руки. Она проводила его до выхода. — Здорово, — сказала она. — Ну, спасибо, что пришли. Как это можно так ловко имитировать? — Голос спросил он. — Я его прямо увидел. — Туре Магнусон ушел. — Анна, — сказал Курт Валлендер, — думая, самое время привезти Анну. Линда позвонила в дверь. Никто не отвечал. Анны не было. Линда неподвижно стояла на площадке. Вдруг ей показалось, что она понимает, почему Анна решила исчезнуть во второй раз. Глава сорок четвертая Ему запомнился сон, приснившийся этой ночью. Вначале появились какие-то картинки тех далеких времен, когда он еще делал сандалии. Как-то они с Генриеттой и Анной поехали в Мальмё. Пока Генриетта была у зубного врача, они спустились в гавань, написали на бумажке «Привет от Анны», запечатали в бутылку и бросили в море. Ночью ему приснилось, что бутылка вернулась. Он будто бы видит ее в озере рядом с кемпингом. Он выуживает бутылку и читает записку. Но ни слова не понимает. Слова и даже буквы ему не знакомы. Чем это кончилось, неизвестно. Он уже сидит на берегу другого озера и смотрит в бинокль на пылающих лебедей. Вот они с шипением исчезают в озере. И он вдруг видит в бинокль двоих, мужчину и женщину. Но это удивляет его. Потому что не он, а Тургер видел подругу Анны Линду и ее отца на берегу. Во сне он как бы поменялся с Тургейром сознанием. Сон вдруг становится необыкновенно реальным. Между Тургейром и Ним уже нет дистанции. Они одно целое. Если он захочет стать Тургейром, он может это сделать без труда. Никто и не заметит. После обеда Тургейр должен встретить Анну у заколоченной пиццерии в Сан-Скругене. Сначала он хотел поехать сам, чтобы быть совершенно уверенным, что дочь окончательно решила следовать за ним. Но под конец решила, что она уже и так достаточно от него зависит, что сопротивляться она не будет. Она не могла знать того, что он решил. И поскольку она понятия не имеет, что случилось с Харриет Болсон, Тургейр получил строжайшие указания ничего и не говорить. У нее не было оснований попытаться убежать. Единственное, чего он побаивался — ее интуиции. Когда-то он специально анализировал эту ее способность и пришел к выводу, что интуиция у дочери не слабее его собственной. Она все время на страже. Она внимательно прислушивается к сигналам, посылаемым ей. Интуиции. Тургейр поехал за ней в голубом сабе, угнанном им на долгосрочной стоянке в аэропорту Стуруб. Он заблаговременно выписал несколько номеров, через авторегистр узнал, кто их хозяева, и обзвонил их под видом гримаса в адрес собственного прошлого, владельца пароходства, ищущего шведские инвестиции в строительство плавучего чартерного отеля. Он наметил две машины. Их владельцы оказались в длительной командировке, и на всякий случай еще и третью, чей хозяин, пенсионер, в прошлом директор шахты, уехал на три недели в Таиланд. Эрик Вестен снабдил Тургейра подробнейшими инструкциями. Хотя такое и маловероятно, но все же Анну могло испугать исчезновение зебры. Тогда она могла начать разговоры с Линдой, по-видимому, ее ближайшей подругой, хотя он и запретил ей строго-настрого говорить с кем бы то ни было про его существование. «Это собьет тебя с верного пути», повторял он раз за разом. «Я, наконец, нашел этот верный путь, и мы не должны с него сбиться». Несмотря на то, что это он, а не она, отсутствовал столько лет блудным сыном, о котором рассказывает Библия, была она. То, что происходит сейчас, неизбежно. Что ж, на долю ее отца выпало призвать наконец людей к ответу, всех, кто забыл Бога, кто выстроил соборы, несмиренно прославляющие Бога, но славящие их самих, во всей их неизбывной гордыне. Он уже видел в ее глазах этот знакомый блеск. Она уже околдована им. И будь у него побольше времени, он бы искоренил малейшие сомнения. Если они еще прячутся где-то в уголках, ее сознание, беда в том, что у него этого времени нет. Он понимал, что это его ошибка. Ему надо было давным-давно найти дочь, явиться ей намного раньше, чем тогда, на улице в Мальмё. Но кроме нее, у него есть и другие. Те, кто по знаку его откроют врата храма в тот день и час, когда он им прикажет. Когда-нибудь в будущем он поведает, как все это было. Это будет его наследием. Это станет пятым Евангелием. Когда-нибудь он расскажет, как часами, сутками, месяцами и годами. Он обдумывал свой план. Сейчас он представлял им этот план как явленное ему откровение. Это было необходимо, чтобы они за ним пошли. Голос Бога и Святого Духа. Последнее и самое важное подтверждение. То, что произойдет. Неизбежная жертва, открывающая им двери в рай, вечную жизнь под крылом Бога. Вы будете жить во флигеле, говорил он им. Бог живет в замке, но стены этого замка не из мертвого камня. Они сотканы из тончайшей шерсти святых агнцев. Рядом с замком флигель, и там будете жить вы. В своих проповедях, божественных говорениях, он никогда не забывал напомнить, что их ждет. Жертва, всего лишь короткое прощание, не больше. Их мученичество, это привилегия. К ней должны стремиться все. Все и стремились бы. И если бы знали правду об объявленной им священной войне безбожию. Смерть Харриет Болсон была их первым по-настоящему серьезным испытанием. Он поручил Тургейру следить за их реакцией на тот случай, если кто-то усомнится. Кого-то это могло даже сломать. Сам он держался в стороне, сказав Тургейру, что должен очиститься после содеянного. Он должен остаться в одиночестве, совершать омовение трижды днем и трижды ночью, бриться каждые семь часов и не разговаривать ни с кем, пока не освободиться окончательно от злых сил, которыми была одержима Харриет Болсон. Тургейр звонил ему каждый день два раза по украденным мобильникам. Нет. Все держатся хорошо. Никаких признаков сожаления или сомнения. Наоборот. Тургейр отмечал их растущее нетерпение, как будто они ждут, не дождутся главного жертвоприношения. Он очень долго говорил с Тургейром, прежде чем послать его за Анной. Если она вдруг проявит хотя бы малейшие признаки нежелания ехать с ним, он должен применить силу и заставить ее сесть в машину. Поэтому они и выбрали безлюдное место у заброшенной пиццерии. Он внимательно наблюдал за Тургейром, когда сказал ему, что тот может применить силу. Тургейр выглядел обескураженным. Глаза его беспокойно бегали. Тогда Эрик Вестин наклонился к нему, положил руку на плечо и спросил, видел ли он когда-либо, чтобы он, Эрик, по-разному относился к людям. Не он ли вытащил его из канавы, подыхающего от наркотиков и болезней? И почему с его дочерью надо обращаться по-иному, чем с другими? Разве Бог не создал мир, где все равны? Мир, который люди сначала отвергли, а потом разрушили? Разве не в этот мир им предназначено вернуть людей силой? Он не отпускал Тургейра, пока не убедился, что тот без колебаний применит силу, если понадобится. Его дочь, если все пойдет так, как он надеется, если она окажется достойной, станет его наследницей. Нельзя оставлять Божье царство на земле без присмотра. Всегда должен быть лидер. И Бог сам сказал, что его царство наследное. Иногда он думал, что Анна может и не подойти для этой роли. Ну, что ж, он заведет еще детей, много детей, и выберет из них достойнейшего. В эти последние дни, когда заканчивались последние приготовления, у них было три штаба. Эрик выбрал себе дом в Сан-Т-Хам-Марине. Он был расположен на отшибе и принадлежал ушедшему на пенсию капитану, лежавшему в больнице с переломом шейки бедра. Вторым штабом служил брошенный и выставленный на продажу хутор под Туммелиллой. Третьим тот самый дом за церковью Лестерпа. Они оставили его, когда дочка полицейского начала проявлять к нему повышенный интерес. Эрик даже знать не хотел, каким образом Тургейр находит эти пустые дома, где неожиданные посещения почти исключены. Он доверял Тургейру. Он был уверен, что тот не совершит ошибки. Тургейр уехал за Анной. Эрик Вестен спустился в подвал. Тургейр стал совершенно незаменим. Во-первых, он умел потрясающе находить укрытие, несмотря на то, что Эрик предъявлял ему все более жесткие требования. Взять хотя бы этот дом, подвал с великолепной звукоизоляцией, здесь можно продержать человека несколько суток. Старый капитан построил дом с толстыми стенами, в подвал вела дверь с крошечным окошком. Когда Тургейр показывал ему дом, им одновременно пришла в голову одна и та же мысль, у капитана словно бы имелась своя частная тюрьма. Они так и не нашли разумного объяснения, зачем он сделал этот... даже даже не подвал? Скорее камеру. Тургейр предположил, что она была задумана как бомбоубежище на случай атомной войны. С окном? Зачем тогда окно? Он остановился и прислушался. Поначалу, как только прошло действие препарата, она кричала, кидалась на стены, ударила ногой ведро, которое должно было служить ей туалетом, потом стихло. Он тогда осторожно заглянул в окно. Она сидела, скорчившись на койке. На столе была вода, хлеб и кусок сыра. Она не притронулась к еде, как он, впрочем, и ожидал. И сейчас, когда он шел по лестнице, из подвала не доносилось ни звука. Он беззвучно подошел к двери и заглянул. Она лежала спиной к нему и спала. Он долго смотрел, пока не убедился, что она дышит. Тогда он поднялся и сел на веранде в ожидании, когда Тургейр привезет Анну. Оставалось решить еще одну проблему. Скоро, очень скоро надо будет решить, что делать с Генриеттой. До этого момента Тургейру и Анне удавалось убедить ее, что все идет как надо, но Генриетта ненадежна и капризна. Она всегда была такой. Он очень хотел бы сохранить ей жизнь, но если это будет необходимо, она должна исчезнуть. он сидел на веранде и смотрел на море. Когда-то он любил Генриетту. Даже если это время казалось сейчас нереальным, словно подернутым морской дымкой, как быть-то он не сам пережил это, а только слышал чей-то рассказ, все равно эта любовь всегда жила в нем. Когда Анна родилась, он был весь переполнен этой любовью, но несмотря на то, что он обожал дочку, что ему никогда не надоедало смотреть на нее, когда она спала или играла, несмотря на все это, в его любви уже тогда появилась пустота. Та пустота, что в конце концов заставила его порвать совсем и уехать, бросив их обеих. Тогда он был уверен, что скоро вернется, что он уезжает на несколько недель, самое больше на месяц, но уже добравшись до Мальмио, он понял, что уезжает надолго, может быть, навсегда. Он и сейчас помнил, как, стоя на вокзале, чуть не поддался искушению вернуться, но он не мог. Он был убежден, что жизнь это нечто большее, чем его долю. Это было время исхода в пустыню, первые шаги бесконечного побега. Он был пилигримом, без определенной цели, он не знал святых мест, которым мог бы поклониться, а в отчаянии он был уже готов покончить счеты с жизнью. Но тут на пути его встал пастор Джим Джонс. Сначала он решил, что это мираж, потом ощутил, как чистая родниковая вода омывает его опаленную гортань. Джим всегда говорил о воде, что это самое святое питье, куда более святое, чем вино. На берегу появились какие-то люди, около них прыгла собака. У одного на плечах сидел ребенок. Я делаю все это для вас, подумал он. Это для вас я собрал людей, готовых принести себя в жертву, для вашей свободы, для того, чтобы священной верой заполнить пустоту в ваших душах, пустоту о существовании, которой вы, возможно, даже не догадываетесь. Люди ушли. Он посмотрел на воду. Волны почти исчезли. Слабый ветерок тянул с юго-востока. Он пошел в кухню и налил стакан воды. Скоро Тургейр привезет Анну. Впрочем, еще полчаса, не меньше. Он снова занял свой пост на веранде. Далеко, почти на самом горизонте, угадывался идущий корабль. За оставшееся до появления Анны время он должен был продумать еще одну проблему, и он не знал пока, с какой стороны за нее взяться. Христианских мучеников в новые времена было так мало, что большинство даже и не догадывалось об их существовании. Во время Второй мировой войны, конечно, были священники, отдававшие свою жизнь за других в концлагерях. Были святые мужи и святые женщины, но само мученичество утекло у христиан между пальцами, как, впрочем, и все остальное. Теперь их место заняли мусульмане. Эти не сомневаются, призывая братьев по вере совершить высшее жертвоприношение. Он посвятил много времени изучению видеозаписей, как они готовились к этому, как мотивировали свое решение умереть мученической смертью. Короче говоря, он перенял все, что было достойно подражания в религии, ненавидимой им более всего, религии, бывшей самым страшным его врагом. Для мусульман не было места в наступающем царстве Божьем. Но здесь стоилась опасность. люди христианского мира, вернее, мира, который когда-то был христианским и теперь станет им снова, наверняка посчитают, что произошедшие события делали рук мусульман. В этом была и хорошая сторона. Ненависть к почитателям Корана вспыхнет с новой силой. Плохо было то, что люди не сразу поймут, что на землю наконец-то вернулись и христианские мученики. Это не какая-то крошечная секта, не мараната. Это великое обращение, и оно будет происходить до тех пор, пока царство Божие не восстановится на земле. Он посмотрел на руки. Иногда, когда он напряженно размышлял о том, что его ждет, руки начинали дрожать. Но сейчас руки были спокойны. Конечно, какое-то время, скорее всего, очень короткое, на меня будут смотреть как на умалишенного. Но когда бесконечные ряды мучеников пойдут по земле, люди поймут, что я и есть апостол разума, которого они ждали тысячи лет. Вряд ли, вдруг подумал он, вряд ли я достиг бы этого, если бы не было Джима Джонса. Он научил меня преодолевать мои слабости, не бояться призывать других умереть во имя высшей цели. У него я научился, что путь к свободе и спасению — это путь крови, путь смерти, других путей нет. И кто-то должен пройти этот путь первым. Кто-то должен пройти этот путь первым. Так когда-то поступил Иисус. Но Господь покинул его, потому что он не решился идти до конца, он был слаб. У Иисуса не было такой силы, как у него. То, что он оставил незавершенным, должен завершить я. В Библии записаны все законы, по которым должен жить человек. «Мы вступаем в эпоху священных войн, но мы победим, потому что у христианского мира есть оружие, делающее его непобедимым». Он прищурился. На горизонте действительно был корабль. Он шел на запад. «Ветер совершенно стих», он посмотрел на часы. Тургейр явится с минуты на минуту. Остаток дня и ночь он посвятит ей. Он еще не добился безраздельной власти над ней, в ней по-прежнему угадывается сопротивление. С ее стороны, конечно, было своего рода подвигом, что она решилась солгать насчет этого старика в Копенгагене, Викстона, в чьей квартире незаметно для хозяина жил Тургейр. Анна в жизни не училась играть на фортепиано, не взяла ни одного урока, но в полиции, кажется, поверили. Он посетовал, что неправильно оценил время, необходимое ему для полного обращения Анны, но теперь было поздно. Все не может идти, как по нотам. Главное, что они продолжают следовать великому плану. Открылась наружная дверь. Он вслушался. В трудные годы своей жизни он посвятил немало времени тренировке всех органов чувств. Он до такой степени отточил слух, зрение, обоняние, что они иногда казались ему связкой острых ножей, висящих на поясе. Шаги. Тяжелые шаги Тургейра, и чьи-то легкие, почти неслышные. Анна с ним. Тургейр не тащит ее, она идет сама. Значит, силу применить не понадобилось. Они вошли на веранду. Он поднялся и обнял Анну. Он видел, что она встревожена, но не настолько, чтобы ему не удалось ее успокоить. Только в покое он мог подавить остатки ее воли. Он попросил ее присесть и проводил Тургейра к выходу. Его порадовало то, что сообщил Тургейр. Оборудование надежно припрятано. Люди ждут. Никто не выказывает даже признаков сомнения, разве что нетерпение все нарастает. Это голод, сказал Тургейр. Голод и похоть. Мы приближаемся к пятидесятому часу. Осталось всего только двое суток и два часа. И мы выйдем из наших укрытий и пойдем на первый бой. Она была совершенно спокойна. Я потрогал ее лоб, пульс нормальный. Вспышка гнева была совершенно неожиданной. Я и только я могу возлагать руку на чей-то лоб. Я и только я могу проверять пульс. И никогда ты... Тургейр побледнел. Я не должен был этого делать. Нет, не должен. Но ты можешь загладить свою вину, чтобы я про это забыл. Как? Подруга Анны. Она слишком любопытная. Слишком лезет не в свое дело. Я поговорю с Анной. Если та девица что-то подозревает, она должна исчезнуть. Тургейр кивнул. Надеюсь, ты понимаешь, о ком я говорю? Дочка полицейского, сказал Тургейр. Ее зовут Линда. Он знаком повелел Тургейру удалиться, тихими шагами подошел к двери на веранду и остановился, оставшись незамеченным. Анна сидела на стуле у стены. Как я, подумал он, всегда садится так, чтобы спина была защищена. Он внимательно смотрел на нее, стараясь угадать, что она чувствует. Она казалась спокойной. Но он ясно чувствовал, что где-то в глубине ее души шевелится червячок сомнения. Это нормально. Только идиоты никогда не сомневаются. Главная гарантия безопасности человека в его душе — это ангелы-хранители, вовремя предупреждающие о возможной беде. Вдруг она повернула голову в его сторону. Он отпрянул за дверь. Заметила? Ему не понравилось, что в присутствии дочери он чувствует какую-то неуверенность. Это потому, что есть вещи, которые я не хочу приносить в жертву. Меня охватывает ужас, когда я об этом думаю. Но я должен быть готов и к этому, если вдруг придется. Даже моя дочь не имеет права требовать абсолютной свободы. Никто не имеет на это права, кроме меня. Он вышел на веранду и сел напротив нее. Он уже приготовился начать разговор, как случилось то, чего он не ожидал. «Все этот чертов капитан!» Стены, может быть, и были достаточно толстыми, но не пол. Из подвала под ними донесся вой. Она цепенела. Вой перешел в рычание, словно бы дикий зверь грыз цементные стены, пытаясь вырваться на свободу. Это был голос зебры. Она уставилась на него. Он ее отец. Но он и еще кто-то, она пока не знает кто. Он увидел, как она закусила губу так, что выступила кровь. Он понял, что ему предстоят непростые день и ночь. Он еще не знал, отшатнулась ли от него Анна, или вопль зебры просто на какой-то момент вывел ее из равновесия. Глава сорок пятая Линда стояла, раздумывая, не вышибить ли ей дверь. А зачем? Что она рассчитывала там увидеть? Не зебру же. Больше ни о чем она сейчас думать была не в состоянии. Она понимала весь ужас происшедшего, но сформулировать для себя, в чем же этот ужас заключается, она бы не смогла. Она покрылась холодным потом. Пошарила в кармане, хотя точно знала, что запасные ключи отдала Анне, остались только ключи от машины. И куда я поеду, спросила она себя. И вообще, машина-то хоть на месте? Она спустилась во двор, машина была на месте. Она пыталась что-то сообразить, но страх словно парализовал ее. Сначала она тревожилась за Анну. Теперь Анна вернулась, но пропала зебра, и она тревожится уже за нее. Вдруг она поняла, что именно ее смущает и от чего мысли путаются. Дело в Анне. Тогда она боялась, что с Анной что-то случилось. Теперь она боится, что Анна могла что-то натворить. Она пнула камень с такой силой, что ушибла палец на ноге. Я все придумываю. Что уж такого могла натворить Анна? Она пошла было к дому, где жила зебра, но вернулась и открыла Аннину машину. Обычно в таких случаях она оставляла записку, но сейчас на это не было времени. Превышая всякую разрешенную скорость, она рванулась к зебре. Соседка гуляла с малышом, но дома была ее взрослая дочь. Она узнала Линду и дала ей ключи. Линда вошла, закрыла за собой дверь и снова почувствовала этот странный запах. Почему никто этим не займется? Может быть, это какой-то наркотик? Наркотический газ? Она стояла посреди гостиной и почему-то двигалась очень осторожно, беззвучно, почти не дыша, словно бы старалась внушить зебриной квартире, что она пуста. Вот кто-то входит. Зебра никогда не запирает дверь, так что достаточно толкнуть дверь, и ты в квартире. Малыш здесь же. Но он не может ничего рассказать. Зебру усыпляют каким-то газом и уводят. Малыш кричит, его крики слышит соседка. Линда огляделась. Какие следы могли бы остаться? Я вижу пустую квартиру и не могу догадаться, что скрывается за этой пустотой. Она заставила себя успокоиться. Теперь, по крайней мере, ей удалось сформулировать важный вопрос. Кто может что-то знать? Мальчик все видел, но он не расскажет. Никто. В зебрином окружении нет никого, кто мог бы что-то знать. Значит, остается только Анна? Но и Анны нет. Ответ пришел сам с собой. Ее мать, Генриетта. Она давно ее подозревала. Что она тогда подумала? Генриетта лжет. Она знает, куда подевалась Анна, и поэтому совершенно не волнуется. Она со злостью пнула подвернувшийся стул и ойкнула. Ушибленный палец отозвался острой болью. Почему она раньше не копнула глубже? Она вышла из дома. Яссар подметал тротуар у своего магазинчика. Ну что, нашли ее? Нет. Вы ничего больше не припомнили? Яссар вздохнул. Память стала плохая. Но я уверен, что зебра жалась к этому парню. Нет, сказала Линда. Вдруг ей отчаянно захотелось защитить зебру от напраслины. Она не жалась. Она была одурманена каким-то препаратом. Так что она не жалась к нему. Она просто не могла идти сама. Яссар явно испугался. «Ты наверное права», сказал он. «Неужели такое случается? В таком городе, как Истат?» Линда не дослушала его. Она уже мчалась к машине, чтобы ехать к Генриете. Не успела она сунуть ключ в замок, зазвонил мобильник. Она посмотрела на дисплей. Там был номер полицейского коммутатора, но не отцовский прямой. Она поколебавшись нажала кнопку. Это был Стефан. Она обрадовалась, услышав его голос. «Ты где?» «В машине». «Твой отец попросил меня позвонить. Он интересуется, куда ты пропала и где Анна Вестин? Я ее не нашла». «Что ты имеешь в виду? Не нашла». «А что? У этого выражения так много значений? Пошла к ней домой, а ее нет. Пытаюсь сообразить, где она может быть. Когда найду, привезу с собой». «Почему я не говорю все, как есть?» подумала она. «Наверное, в семье научилась, от родителей. Те вечно ходили вокруг да около». Он словно прочитал ее мысли. «У тебя все в порядке?» «Кроме того, что не могу найти Анну. Помощь нужна? Нет». «Что-то ты меня не убедила. Не забывай, что ты еще не полицейский». «Да, все только и делают, что мне об этом напоминают». Она прервала разговор, отключила мобильник и бросила его на сиденье. Завернув за угол, затормозила. Снова потянулась к телефону и включила на всякий случай. Она ехала к Генриете. Поднялся холодный ветер. Она сразу это почувствовала, когда вышла из машины и направилась к дому. Она покосилась на место, где угодила в лисий капкан. Чуть подальше в поле стоял человек и сжег садовый мусор. Рядом стояла его машина. Ветер рвал дым в клочья. «Осень», подумала она, «вот-вот будет осень». Первые заморозки. Она пересекла двор и позвонила в дверь. Собака тут же залаяла. Она глубоко вдохнула и потрясла опущенными руками, словно на старте стометровки, дверь открыла Генриетта. Она улыбалась. Линда тут же насторожилась. У нее появилось странное чувство, что ее прихода здесь ждали. Во всяком случае, Генриетта нисколько не удивилась. Линда обратила внимание, что она сильно накрашена, словно собралась идти на бал. Или, может быть, хотела скрыть бледность? Не ожидала, сказала Генриетта и отошла в сторону, пропуская ее в дом. Неправда, ожидала, подумала Линда. Всегда тебе рада. Проходи, садись. Собака обнюхала Линду и мирно улеглась в корзинку. Линде показалось, что кто-то тяжело вздохнул. Она огляделась. Никого? Вздох, казалось, донесся прямо из толстой каменной стены. Генриетта принесла термос и две чашки. Что это за звуки, спросила Линда? Я как раз слушаю одну из своих старых композиций. Я написала это в 1987 году. Концерт для четырех вздыхающих голосов и ударных. Послушай. Она поставила на стол поднос и подняла руку, призывая к вниманию. Линда прислушалась. Ей показалось, что вздыхает только один человек. Женщина. Это Анна, сказала Генриетта. Мне удалось ее уговорить. Она вздыхает очень мелодично. Прямо веришь в ее хрупкость, в ее грусть. Когда она говорит, в ее голосе словно бы проскальзывает сомнение, а когда вздыхает нет. Линда слушала. В этой идее было что-то загробное, записать вздохи и собрать их воедино, в нечто, что можно назвать музыкой. Ее мысли внезапно прервала громкая барабанная дробь. Генриетта выключила магнитофон. Они сели, и собака тут же захрапела. Ее храп вернул Линду к реальности. Вы не знаете, где Анна? Генриетта покрутила рукой, рассматривая ногти, и подняла глаза на Линду. В ее взгляде сквозила неуверенность. Она знает, подумала Линда. Знает, но будет отрицать. Странно, сказала Генриетта. «Каждый раз ты меня огорчаешь. Я-то думаю, что ты заехала меня навестить. А тебе всего-то и надо найти мою дочь. А вы знаете, где она? Нет. Когда вы с ней последний раз говорили? Она звонила вчера. Откуда? Из дома. Не с мобильного? У нее нет мобильного, и ты об этом прекрасно знаешь. Она из тех, кто не любит, чтобы каждое их движение было известно. То есть она была дома? Ты допрашиваешь меня? Я хочу знать, где Анна и что она делает. Я не знаю, где она. Может быть, в Лунде. Как ты знаешь, она учится на врача. Не сейчас, подумала Линда. Может оказаться и так, что Генриетта и вправду не знает, что ее дочь уже давно ни на какого врача не учится. Позже. Она переменила тактику. Вы знаете зебру? Ты хочешь сказать зебочку? Мы называем ее зеброй. Она исчезла. Точно так же, как Анна в тот раз. Генриетта не прореагировала ни словом, ни жестом, ни гримасой никак. Линда почувствовала себя боксером, сшибленным с ног в момент собственной же атаки. Как-то раз в училище она это испытала. На занятиях боксом. Она вдруг оказалась на полу и не могла сообразить почему. Может быть вернется как и Анна? Линда скорее почувствовала, чем сообразила. Вот оно, слабое место. А почему вы тогда не сказали, что знаете, где Анна? Удар попал в цель. Лицо Генриетты покрылось крупными каплями пота. Ты утверждаешь, что я лгу? Тогда уходи. Ты мне здесь не нужна. Ты мешаешь мне работать. Я именно это и утверждаю. Вы лжете. И я не уйду, пока не получу ответ на мои вопросы. Я должна знать, где зебра. Она в опасности. И Анна в этом как-то замешана. А может быть и вы. И я уверена, что вы знаете намного больше, чем хотите показать. Генриетта истерически закричала. Собака проснулась и залаяла. Убирайся, я ничего не знаю. Она встала и подошла к окну. Открыла, закрыла, снова открыла. Наконец оставила чуть приоткрытыми. Линда не знала, как продолжать разговор. Она знала только, что отступать нельзя. Генриетта, казалось, успокоилась и повернулась к ней. Ее дружелюбие как ветром сдуло. Ненавижу, когда меня обвиняют во лжи. Холодно сказала она. Я не знаю, где ваша зебра. Я не понимаю, почему ты считаешь, что Анна в это замешана. Она и в самом деле была задета. Или ловко изображала. Она говорила громко, не кричала, но в голосе прорывались рычащие нотки. Она так и стояла у окна. В тот вечер, когда я угодила в капкан, сказала Линда. С кем вы тогда говорили? Ты шпионила за мной? Называйте как хотите. А как по-вашему? Что меня сюда принесло? Я хотела знать, почему вы врете, будто не знаете, где Анна. Ко мне приходил музыкант. Мы будем вместе работать над композицией? Нет, сказала Линда, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Это был не он. Это был кто-то другой. Ты снова обвиняешь меня во лжи? Я вас не обвиняю. Я знаю, что вы лжете. Я всегда говорю правду, сказала Генриетта. Иногда, впрочем, могу уклониться от ответа, когда не хочу делиться своими тайнами. Вы называете это уклончивостью, а я называю это ложью, потому что я знаю, кто это был. Генриетта снова сорвалась на крик. Что ты можешь знать? Это был или человек по имени Тургейр Лангоус, или отец Анны, Генриетта вздрогнула. Тургейр Лангоус, закричала она. И отец Анны, что им здесь делать? Я не знаю никакого Тургейра Лангоуса. Отца Анны никто не видел двадцать четыре года, он мертв. Я не верю в привидения. Тургейр Лангоус, что это вообще за имя? Не знаю такого. Отец Анны умер. Его давно нет в живых. Он существует только в ее воображении. Анна в лунде, а куда делась зебра, я не знаю. Генриетта быстро вышла в кухню и вернулась со стаканом воды. Она собрала со стула кассеты с записями и села. Линда попыталась увидеть ее лицо. Генриетта улыбалась. Когда она заговорила голос, ее был таким же мягким и мелодичным, как в начале разговора. Я не знаю, почему я так взорвалась. Линда внимательно посмотрела на нее и почувствовала, как в подсознании мигает красная предупредительная лампочка. Что-то она не поняла. Что-то сделала не так. Хотя не могла понять, что. Разговор не получился. она добилась только того, что Генриетта замкнулась еще больше. Здесь нужен опытный полицейский, подумала она, и пожалела, что вообще сюда приехала. Теперь отцу или другим будет еще труднее вытянуть из этой дамы то, что она не хочет рассказать. Есть еще что-то, что тебе кажется в моих словах ложью? Я не верю почти ни одному вашему слову, но я не могу заставить вас сказать правду. Я только хочу, чтобы вы поняли, что все эти вопросы я задаю, потому что очень волнуюсь. Я боюсь, что с зеброй что-то случилось. Что с ней может случиться? Линда внезапно решила сказать все как есть. Я думаю, что кто-то, может быть, их несколько убивает женщин, сделавших аборт. Зебра делала когда-то аборт. Женщина, которую убили в церкви, тоже. Вы ведь слышали про эту историю? Генри это сидело неподвижно. Линда посчитала это подтверждением. Да, слышала. Но и при чем тут Анна? Пока не знаю, но я боюсь. Чего? Что кто-то убьет зебру, и Анна будет к этому причастна? В лице Генри это что-то изменилось. Линда сразу не поняла что, словно бы тень пробежала быстро, едва уловимо, но она заметила. Все. Больше ничего она не добьется. Она наклонилась, чтобы поднять брошенную на пол куртку, и посмотрела в стоящее на столе зеркало. Генри это смотрела не на нее, а куда-то поверх ее. Несколько мгновений, потом снова перевела глаза на Линду. Линда поняла. Она смотрела в окно, в то, что оставила приоткрытым. Линда поднялась и, надевая куртку, словно бы ненароком, посмотрела в окно. Там никого не было, но она была уверена, что кто-то там только что стоял. Она замерла. Громкая и четкая речь Генри Этты, окно открытое словно бы нечаянно, многократное повторение названного ей имени с заверениями, что она никогда его не слышала. Линда не смотрела на Генри Этту, она боялась, что та прочитает все на ее лице. Она потрепала собаку и пошла к выходу. Генри Этта проводила ее. Жаль, что я не могу тебе помочь. Можете, сказала Линда, но не хотите. Она пошла к машине, остановилась и огляделась. Я никого не вижу, подумала она, но кто-то видит меня. И прежде всего этот кто-то слышал все, что говорила Генри Этта. Она повторяла мои слова, и тому, кто стоял за окном, теперь известно, что я знаю, что я думаю и чего боюсь. Ей стало страшно. И она почти бегом поспешила к машине. Она опять сделала ошибку. Именно тогда, когда она стояла в дверях и гладила собаку, она должна была повторить все свои вопросы. Вместо этого она ушла. Линда ведя машину все время поглядывала в зеркало заднего вида. Через двадцать минут она затормозила у здания полиции и, пригибаясь под ветром, побежала к дверям. Глава сорок шестая на пороге Линда споткнулась и упала, разбив губу. У нее на секунду сильно закружилась голова, но потом она встала и жестом показала устремившейся к ней дежурной, что все в порядке. Провела рукой по губам. Кровь. Она зашла в туалет, вымыла и вытерла лицо и дождалась пока остановится кровь. В вестибюле она тут же наткнулась на Стефана Линдмана. Он весело глянул на нее. Семья побитых, сказал он. Твой отец утверждает, что налетел на дверь, а ты? На ту же самую дверь. Очень удобно, поскольку фамилия у вас одна. Вас можно различать по кличкам Фенгал и Губа. Линда засмеялась. Ранка на губе тут же открылась. Она вернулась в туалет и набрала салфеток. Я запустила в него пепельницы, и ответила она, никакая не дверь. Есть такой жанр, рыбацкие рассказы, весело сообщил Стефан. Пойманная рыба растет и растет с каждым новым рассказом, пока не достигает совершенно неописуемых размеров. Вероятно, то же самое происходит и с боевыми ранениями. Вначале может быть была дверь, а под конец кулачная битва, из которой кто-то вынес лавры победителя. Или наоборот, пепельница, запущенная в тебя женщиной, превращается или, вернее, камуфлируется под дверь. Они остановились у отцовского кабинета. Где Анна? Похоже, опять исчезла. Я ее не нашла. Он постучал в дверь. Зайди и расскажи. Отец сидел, задрав ноги на стол и грыз карандаш. Он поглядел на нее вопросительно. Я думал, ты приведешь Анну. И я так думала. Я ее не нашла. Как это не нашла? Так. Ее нет дома. Он сделал нетерпеливый жест, и Линда тут же изготовилась к обороне. Тут он заметил ее губу, а это еще что? Споткнулась. Он горестно покачал головой и, не выдержав, захохотал. Обычно он бывал мрачен, так что Линда старалась избегать его общества. Но хотя она и радовалась его хорошему настроению, его смех ее выводил из себя, странно скрипучий и чересчур громкий. Если они оказывались на публике, и он начинал смеяться, все оглядывались. Что тебя так посмешило? Твой дед был мастер по этой части, постоянно спотыкался. А старые рамы, банки из-под краски, в сарае у него было столько хлама, что не пройти. Гертруд даже наклеила на полу цветные стрелки, чтобы он знал, где можно ходить, а где нет. Но не прошло и дня, как он опять навернулся. Значит, я в него. Он бросил карандаш и убрал со стола ноги. Ты звонила в Лунд? У нее есть друзья, кроме тебя. Где-то она должна быть. Там мы ее не найдем. И по телефону тоже. А мобильный? У нее нет мобильного. Он вдруг заинтересовался, нет мобильника? Почему? Не хочет. А других причин нет? Линда поняла, что он спрашивает не с праздным любопытства. Они как-то говорили об этом на днях, допоздна засидевшись на балконе после ужина. Сравнивали сегодняшний день и время 10-20 лет тому назад. Он утверждал, что разница в том, что какие-то вещи появились, а какие-то исчезли, и предложил ей догадаться, что он имеет в виду. Победное шествие мобильных телефонов угадать было нетрудно. А вот что исчезло? Она не могла сообразить, пока он не сказал, что сейчас курят очень немногие по сравнению с тем, что было раньше. У всех мобильники, особенно у молодежи, сказал он. А у нее нет. Как ты это объяснишь? Не знаю. Генри это говорит, что Анне не нравится быть досягаемой в любое время дня и ночи и в любом месте. Он подумал, а ты уверена, что это так? Может быть, у нее есть телефон, про который ты не знаешь? Как я могу быть уверена? Вот именно. Он перегнулся через стол и по внутреннему телефону попросил зайти Анн Брит Хеглунд. Через полминуты та появилась в дверях. Линде показалось, что она выглядит усталой, волосы не чесаны, блузка грязная. Она вспомнила Ванью Йорнер. Только и разница, что это не такая жирная, как дочь Бергитты Медберг. Отец попросил Анн Брит навести справки, не зарегистрирован ли мобильный телефон на имя Анны Вестин. Линда отругала себя, что сама до этого не догадалась. Анн Брит удалилась. Уходя, она улыбнулась Линде, но улыбка получилась кривой и вымученной. Я ей не нравлюсь, сказала Линда. Если меня не подводит память, ты тоже никогда не была от нее в восторге. Так на так. Даже в маленьком отделении полиции, как наше. Не все влюблены друг в друга. Они пошли в столовую. Там был Нюберг, с которым он немедленно начал ругаться. Линда так и не поняла, чего они не поделили на этот раз. Появился Мартинсон, помахивая какой-то бумагой. Ульрик Ларсон, сказал он. Тот, что хотел тебя ограбить в Копенгагене. Нет, упрямо сказала Линда. Тот, кто на меня напал, не хотел меня ограбить. Он угрожал, что мне придется плохо, если я не перестану разыскивать человека по имени Тургейр Лангоус. Вот об этом как раз я и хотел сказать. Ульрик Ларсон отказался от своей версии. Проблема только в том, что другой у него нет. Он не сознается, что угрожал тебе. Утверждает, что никогда не слышал имя Лангоус. Датчане уверены, что он врет. Но вытащить из него ничего не могут. Это все? Не совсем. Но я хочу, чтобы Курре тоже послушал конец истории. Курре уменьшительное от имени Курт. Не зови его так в глаза. Он терпеть не может, когда его называют Курре. А то я не знаю. Так же, как я ненавижу, когда меня называют Мартой. А кто тебя называет Мартой? Жена, если злиться. Валандер прекратил ругаться с Нюбергом и вернулся к столу. Мартинсон быстро повторил то, что он сказал Линде. Еще одно, сказал он под конец, единственное, что из всего этого по-настоящему заслуживает внимания. Наши датские коллеги навели справки об этом самом Ульрике Ларсене. Его нет ни в одном криминальном регистре. 37-летний мужчина, ни в чем никогда и нигде не замешанный, женат, трое детей, а профессия такая, что о каких-то нарушениях закона с его стороны даже думать неохота. Что же это за профессия? Он священник. Все недоуменно уставились на Мартинсона. Священник, повторил Стефан Линдман, какой священник? Я был уверен, что он наркоман. Мартинсон пробежал глазами листок. Совершенно очевидно, что он просто изображал наркомана. Он священник в церкви, пастырь общины в Гентовте. Все газеты пишут, подумать только, пастыра подозревают в том, что он насильник и грабитель. Все замолчали. Опять тихо сказал Курт Валлендер. Религия, церковь. Этот человек для нас очень важен. Кто-то должен съездить туда, помочь коллегам. Мы должны знать, как он вписывается в нашу размытую картину. Если вписывается, сказал Стефан, вписывается, уверенно сказал Валлендер. Но нам надо знать как. Попросите Анбрит. У Мартинсона зажужжал мобильник. Он одним глотком допил кофе и нажал на кнопку. Норвегия проснулась, сказал он, прикрыв телефон рукой. Сведения о Тургейре Лангальсе. Сейчас они как раз шлют факс. Принеси. Мартинсон вышел и скоро вернулся с пачкой факсов. На одной из страниц был нечеткий портрет. Все склонились над снимком. Видела я его или нет, подумала Линда, или мне кажется. Она заметила, что отца обривает нетерпение. Как и ее самое, тревога и нетерпение всегда сопутствуют друг другу. Они нашли этого нашего Лангоса сразу. И ответили бы быстрее, если бы какой-то умник не посеял наш страшно важный наш приоритетный запрос. Другими словами, у нас что в Осло? Мы теряем магнитофонную ленту, они наш запрос. Но все хорошо, что хорошо кончается. Дело Тургера Лангоса очень старое, но до сих пор находится под контролем. Что он натворил? Прервал Мартинсона Валандер. Расскажу, не поверишь. Попытайся. Тургер Лангос бесследно исчез девятнадцать лет назад. Они уставились друг на друга. Линде показалось, что все в комнате затаили дыхание. Она посмотрела на отца, тот вжался в кресло, как будто изготовился стартовать на сто метров прямо из кресла. «Еще одна пропажа», сказал он. «Куда ни кинь одни пропажи». «И возвращение», добавил Стефан Линдман. «Даже не возвращение, а воскресенье», поправил Валандер. Мартинсон начал читать дальше, медленно и элегично. «Тургейр Лангос», наследник, причем прямой, богатого судовладельца. И вдруг он исчез. О преступлении речи не было, поскольку он оставил письмо матери Майгрим Лангос. В письме он заверял ее, что он не в депрессии, что самоубийство совершать не собирается, а уходит, потому что — я цитирую, «не в состоянии больше это выносить». «Что он не в состоянии выносить?» снова прервал его Валандер. Линдия показалась, что он просто дымится от тревоги и нетерпения. Из того, что мы получили, это неясно. Как бы то ни было, он уехал, деньги у него были и неплохие, банковские счета по всему миру. Родители сначала решили, что он скоро одумается. Кто добровольно откажется от огромного состояния? Они заявили о его пропаже только через два года. Как они написали причиной их обращения в полицию, стало то, что они перестали получать от него письма. Четыре месяца вообще не подавал признаков жизни и на счетах у него по их расчетам больше не осталось денег. С тех пор о нем никто и ничего не слышал до сегодняшнего дня. Вот еще приложение подписано интендантом полиции Ховардом Митстуеном. Он сообщает, что мать Тургейра Лангоуса Майгрим скончалась в прошлом году, А отец еще жив, но, цитирую, моральное и физическое его состояние после перенесенного удара оставляют желать лучшего. Мартинсон бросил бумаги на стол. Там еще много, сказал он, но это самое важное. Курта Валлендер поднял руку. Там что-нибудь написано насчет того, откуда пришло последнее письмо? И когда опустили счета? Мартинсон вновь перелистал бумаги, но там ничего насчет этого не было. Курт Валлендер схватил телефон. Какой номер у этого Митстуена? Он начал набирать цифры по одной, по мере того, как Мартинсон громко их диктовал. Через несколько минут блуждания по коммутаторам норвежской полиции его соединили с Ховардом Митстуеном. Курт Валлендер задал ему свои два вопроса, продиктовал номер дождем. Все молча ждали, занимаясь кто чем. Вдруг зажужжал мобильник Валлендера. Он посмотрел на дисплей, наморщил лоб, вспоминая, чей же это номер, и выключил телефон. Почему-то Линда решила, что это наверняка Нюберг. Через девятнадцать минут раздался звонок. Это был Ховард Митстуен. Курт Валлендер напряженно слушал, черкая что-то в блокноте. Поблагодарил норвежского коллегу и повесил трубку жестом, каким в решающий момент выкладывают на стол козыри. Только теперь, сказал он, только теперь кое-что начинает склеиваться. Он подвинул свой блокнот и прочитал. Последнее письмо проштемпелевано в Кливленде, штат Огайо, США. Там же он опустошил и закрыл свои счета. Он выпустил блокнот из рук, и тот упал на стол. Большинство смотрело на него недоуменно. Что склеивается? Женщина, найденная мертвой Френнестатской церкви, тоже из Кливленда, штат Огайо. Наступило молчание. Я все еще не знаю, что происходит, сказал Валандер, но вот что я знаю точно. Эта девушка, подруга Линды, Зеба, или, как они ее называют, Зебра, в большой опасности. Может случиться, что опасность грозит и другой ее подруге, Анне Вестин. Он сделал паузу, но может быть и так, что эту самую опасность зовут именно Анна Вестин. Сейчас занимаемся только ими и больше ничем. Было три часа дня. Страх Линды не стал меньше. Она ни о чем не могла думать, кроме Зебры и Анны. Через три дня ей предстоит приступать к работе. Сможет ли она вообще стать полицейским, если что-нибудь случится с Зеброй или Анной? Она не могла ответить на этот вопрос. Глава сорок седьмая. Весь вечер этого дня, после того, как Тургейр привез Анну в наушниках и с повязкой на глазах в его убежище около Сант-Хаммарына, Эрик неотвязно думал о испытании посланным Богом Аврааму. Он сидел в рабочем кабинете капитана, небольшой, напоминающей каюту комнатки рядом с кухней. Он на всякий случай прятал большое окно в латунной раме и откинул крючок, чтобы в случае любой неожиданности можно было быстро исчезнуть. Все неожиданности были непосредственно связаны с происками дьявола. Дьявол также реален, как и Бог. Пятнадцать лет ушло на то, чтобы окончательно утвердиться в мысли, что Бог не может существовать без своей противоположности. «Дьявол — тень Бога», сформулировал он свою мысль. «Дьявол — тень Бога». Мысленно он не раз и всегда безуспешно пытался спровоцировать дьявола явиться ему, показать свое лицо. Постепенно он осознал, что внешность у дьявола всегда разная. Он великий артист. Ему ничего не стоит изменить свой облик. Это была одна из неисчислимых ошибок тех, кто толковал и иллюстрировал Библию, изображать дьявола, как некоего зверя с рогами и хвостом. Дьявол — ничто иное, как падший ангел. На месте крыльев у него руки он принял образ человека. Эрик Вестин, обдумывая свою жизнь, понял, что дьявол много раз являлся ему. Только он не догадывался, что это именно он. Он понял также, почему Бог никогда не говорил с ним об этом. Ему самому следовало прийти к выводу, что дьяволу доступна любая роль. Поэтому никогда нельзя быть уверенным, что не произойдет ничего неожиданного. Он только теперь догадался, отчего Джим был так подозрителен под конец их жизни в Гаяне. У Джима не хватило силы. Он так и не смог превратить свой страх в средство обороны. Полуоткрытое окно в сухопутной каюте старого капитана напоминало ему о постоянном присутствии падшего ангела. Он открыл найденную им в домашней библиотечке библию. Тургейр потерял его экземпляр. Библия лежала в хижине. Когда вдруг словно бы из ниоткуда появилась та одинокая женщина, Эрик был вне себя от ярости, когда узнал, что его библия, которой он так дорожил, который неохотно и с величайшими предосторожностями дал Тургейру, попала в руки полиции. Он даже подумывал, не проникнуть ли ночью в управление полиции и вернуть гнев его был просто неописуем. Но Тургейр был ему нужен, без него он не смог бы выполнить великое предназначение. Тургейр в его армии был единственным незаменимым воином. Он втолковал Тургейру, что это сам дьявол, и явился к нему в образе пожилой дамы. Дьявол — тень господа. Иногда она покидает создателя и выбирает свои дороги, часто в образе человека, мужчины или женщины, ребенка или старика. Дьявол не погиб. Дьявола убить нельзя. Он покидает умирающую оболочку. Он положил Библию на красивый старинный письменный стол сандалового дерева, или может быть это было красное дерево, и еще раз прочитал о том, как Господь приказал Аврааму убить сына своего Исаака, и в последний момент, когда Авраам уже готов был принести эту страшную жертву, остановил его руку. Сейчас он был в том же положении, что и Авраам. Что он станет делать с дочерью, если вдруг окажется, что она не обладает той силой, какой он от нее ожидает? Он долго не мог принять решение, пока внутренний голос не указал ему дорогу. Он должен быть готов принести даже самую большую жертву, которую Бог только может потребовать, и только Бог может позволить ему это сделать или удержать его руку. Когда Анна узнала голос зебры, он понял, что это веление свыше подготовить себя и к такому развитию событий. Он легко читал ее мысли и реакции, хотя внешне она держалась совершенно непроницаемо, только вздрогнула в первую секунду и прикусила губу. Сначала сомнения. неужели это голос зебры или может быть какого-то зверя? Она искала ответ, одновременно ожидая не повторится ли крик, но он не мог понять, почему она ничего не спрашивает. Простой вопрос, совершенно естественный, что это? Ее привезли с завязанными глазами в звуконепроницаемых наушниках в совершенно незнакомый дом, и вдруг из-под пола раздаются какие-то странные крики. Но Анна молчала, ничего не спрашивала, и он подумал, все равно, пусть кричит, все равно пути назад нет, скоро будет ясно, достойно ли Анна называться его дочерью. Сегодня седьмое сентября, скоро, очень скоро произойдет то, к чему он готовился больше пяти лет. Я не буду с ней говорить, решил он, я буду проповедовать так же, как проповедую для своих учеников и последователей. «Представь себе алтарь», сказал он. «Ну, хотя бы вот этот стол, представь себе, что это не веранда, а церковь, где мы?» «В доме, но одновременно и в церкви». «Почему мне завязали глаза?» «Иногда незнание дает высшую свободу». Она хотела спросить что-то еще, но он поднял руку, она отпрянула, словно испугалась, что он ее ударит. Он начал рассказывать о том, что и ждет, о том, что уже сделано. Он говорил в уже давно отработанной манере, сначала тихо, даже как будто с сомнением, с длинными паузами, потом все громче, все быстрее, все напористее. Созданное мною воинство растет с каждым днем. Вначале это была недисциплинированная толпа, теперь из нее вырастают батальоны. Батальоны станут полками, и скоро вечное знамя попранного христианства снова взовьется над человечеством. Мы ищем примирение с Господом, и час этого примирения настал. Меня призвал Бог. Никто не имеет права покуситься на это призвание, потому что оно идет от Бога. Он пожелал, чтобы я встал во главе этих растущих полков. мы разрушим каменные стены в человеческих душах, потому что за ними пустота. Когда-то я считал, что должен заполнить эту пустоту своей собственной кровью, но Господь вручил нам кирки, и мы разобьем эти стены. И теперь уже совсем скоро наступит то святое мгновение, ради которого и создавалось наше движение, то мгновение, когда Дух Божий вновь воцарится на земле. Спасение исходит только от нас, ни от кого иного. И мы решительно подавим любое сопротивление, разрушим эти стены и в себе и в других уничтожим лжеучения, марающие святую землю, на которой Господь определил человеку жить. Бог един, и Он выбрал нас. Мы первыми взойдем на баррикады, мы будем первыми мучениками, если это потребуется, мы должны быть сильными. Мы должны быть сильными во имя человечества. Мы должны заставить замолчать лже-пророков перебороть злые силы. И если эти злые силы притворяются человеком или пророком и приходят ко мне и ставят условия, то я им говорю, подождите-ка, выслушайте сначала мои условия. Так и будет. Ответственность, которую я несу непосредственно перед Богом, неколебима и, несомненно, я всегда мечтал жить в спокойстве и простоте, но вышло по-иному. И теперь пришло время открыть шлюзы и дать воде очистить землю. Он замолчал. Ему надо было понять, как она воспринимает его слова. Он знал, что легче всего ему читать мысли, когда человек беззащитен. Когда-то ты и жил в спокойстве и простоте. Мастерил сандалии и был моим отцом. Я был вынужден следовать своему призванию. Ты оставил меня, свою дочь. Я должен был это сделать? Но я никогда не оставлял тебя в сердце своем. И я вернулся. Он чувствовал ее напряжение, но все равно не ожидал, что она на него закричит. Я слышала голос зебры. Она здесь, в каком-то погребе. Это она кричала. Она ничего плохого не сделала. Ты знаешь, что она сделала. Ты сама мне рассказала. Я теперь жалею. Тот, кто совершает страшный грех, убивая другого человека, должен понести наказание. Есть только одна справедливость. Об этом написано в Библии. Зебра никого не убивала. Ей было только пятнадцать лет. Как она могла родить ребенка? Ей не следовало поддаваться соблазну. Нет. Он ее не успокоил. Его душило нетерпение. Это Генриетта. Она слишком похожа на нее. Она унаследовала все ее слабости. Он решил надавить на нее. Она поняла все, что он сказал в своей проповеди. Теперь он должен дать ей выбор. Ничто не происходит просто так. Тем более тревога, что он испытывал, когда думал о другой ее подруге, дочери полицейского. Теперь это дает ему право испытать ее силу, ее способность принимать решения, ее готовность совершить проступок, которого он всей душой от нее ожидал. «Зебра, ничего не случится», сказал он. «Что она делает у тебя в подвале? Ждет твоего решения». Он видел, что она растерялась. Он мысленно возблагодарил проведение, надоумившее его в свое время изучать военную теорию, живя в Кливленде. Он внимательно читал книги по военной истории и понял, что стратегию и тактику военных действий не мешает знать даже проповеднику. Но вот и сейчас, в разговоре с дочерью, он умудрился перейти от нейтралитета, даже от обороны к молниеносной атаке. Теперь уже она в осаде. Оказывается, вовсе не он, а она должна решить судьбу этой девицы. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я боюсь. Анна вдруг горько заплакала. Все ее тело сотрясалось от рыданий. Он почувствовал, что у него тоже встал комок в горле. Он вдруг вспомнил, как он утешал ее, когда она была маленькой, но он подавил эту слабость и приказал ей перестать. Чего ты боишься? Тебя. Ты знаешь, что я люблю тебя. И зебру я люблю. Я пришел, чтобы заложить основы божественной любви во всем мире. Она опять закричала, ты как будто не слышишь, что я говорю. Он не успел ответить, как из подвала снова послышался крик о помощи. Анна вскочила и закричала, я здесь, и помчалась к двери. Но он успел ее перехватить. Она попыталась вырваться, но он был сильнее. Сказались годы упорных физических тренировок. Она не хотела уступать. Тогда он ударил ее открытой ладонью, но очень сильно. Потом еще раз. Третий удар свалил ее, из носа текла кровь. Тургейр осторожно приоткрыл дверь. Эрик показал ему знаком, чтобы он спустился в подвал. Тот понял и удалился. А Эрик поднял Анну и подтащил ее к стулу. Положил руку на лоб. Пульс частый. Он отвернулся и украдкой пощупал свой пульс. Чуть учащен. Но это заметно только ему одному. Он сел и стал ждать. Скоро она сломается. Это ее последние редуты, сейчас они падут. Он ждал. Я не хочу тебя бить, сказал он наконец. Я только выполняю свой долг. Мы объявили войну пустоте, войну, в которой не всегда есть место мягко сердечию. Люди вокруг меня готовы принести себя в жертву, и мне тоже, возможно, придется пожертвовать собой. Она молчала. Ничего с зеброй не случится, но в жизни ничего не дается даром, все имеет свою цену. Она поглядела на него. Во взгляде ее читалась странная смесь покорности и гнева. Кровь больше не текла. Он объяснил ей, что она должна делать. Она слушала его, и глаза ее открывались все шире. Он пересел на стул рядом с ней. Она вздрогнула, когда он погладил ее по руке, но руку не убрала. Я оставляю тебя на час. Я не запираю двери, не закрываю окна, никого не прошу тебя охранять. Подумай над тем, что я сказал. Если ты доверишь сердце свое и мысли твои Господу, то безусловно примешь правильное решение. И не забудь, что я люблю тебя. Она возможно хочет выиграть время, подумал он. И это ей тоже придется усвоить. Есть только одно время, и оно принадлежит Господу. Только он определяет, сколько будет длиться минута. Он поднялся, прикоснулся к елбу, начертал на нем невидимый крест и беззвучно покинул веранду. Тургейр ждал его в коридоре. Достаточно было мне показаться, чтобы она затнулась, сказал он. Больше не будет орать. Они прошли садом и остановились около сарая, где хранились рыболовные принадлежности. Все готово? Все готово, эхом отозвался Тургейр. Он показал на четыре палатки, разбитые неподалеку. Подошел и открыл одну из них. Там штабелем лежали ящики. Он кивнул. Тургейр задернул молнию. А машины? Те, на которых мы поедем здесь, рядом. Остальные стоят там, где мы решили. Эрик посмотрел на часы. Долгие, мучительные годы ушли на подготовку. Время тянулось невыносимо, но теперь... Теперь оно словно летело на крыльях. С этой минуты все должно идти строго по плану. Начинаем обратный отсчет, сказал Эрик. Он посмотрел на небо. Когда он раньше предвкушал это мгновение, ему казалось, что и погода должна как-то подчеркнуть драматичность происходящих событий. Но над Сант-Хам-Мареном небо было чистым, ни единого облачка и стоял полный штиль. — А какая сейчас температура, спросил он. Тургейр глянул на часы. Кроме шагомера и компаса в них был еще и термометр восемь градусов. Они вошли в сарай. Сарай был старый, но стены все еще пахли смолой. Паства ждала его, сидя полукругом на низких деревянных скамеечках. Он с утра думал, что и сегодня все они должны быть в масках, но потом решил подождать. Он еще не знал, кто из них должен умереть, зебра или дочь полицейского. Тогда они наденут маски. А теперь времени так мало, что его надо использовать как можно целесообразнее. Бог не простит, если кто-то опоздает выполнить свою миссию. Терять время означало отрицать самый факт, что время принадлежит Богу и не может ни удлиняться, ни сокращаться, ни тем более прерываться. Те, кому предстоит самый далекий путь, должны отправиться уже сейчас. Он произвел тщательные расчеты, сколько времени им понадобится. Они следовали скрупулезным инструкциям. Они сверяли каждое свое действие со списком. Они сделали все, что было в их силах, и большего сделать не смогут. Но полностью исключать опасность нельзя. Темные силы на чеку, они только и ждут момента, чтобы сорвать их план. Они совершили обряд, названный им решение. Прочитали свои молитвы, потом, взяв друг друга за руки, погрузились в медитацию ровно семь минут. Потом он произнес проповедь. Примерно ту же, что час назад читал своей дочери. Он только изменил конец. Наконец истекают последние святые минуты перед битвой, сказал он. Мы продолжаем там, где остановились наши предшественники почти две тысячи лет назад. Мы начинаем с того момента, когда церковь превратилась в помещение со стенами, дверьми и окнами, хотя церковь это вера, освобождающая человека. Настало время перестать смотреть по сторонам в поисках признаков приближающегося судного дня. Вместо этого мы смотрим себя, мы слушаем голос Бога, выбравшего нас и только нас для этой миссии. Мы готовы, мы кричим, да, мы готовы перейти реку, отделяющую новое время от старого, фальшь, ложь, измена, забвение Божьего промысла, все это будет уничтожено, превратиться в мертвый пепел, медленно опускающийся на обновленную землю. Да будет так! Мы избраны Господом, чтобы открыть путь в будущее. Нас ничто не страшит, мы готовы на любые самые страшные жертвы, мы не побоимся силой доказать, что именно мы посланы Богом, что мы не пустословы и не лжепророки, скоро мы расстанемся, многие не вернутся, мы встретимся в ином мире, в вечности, в раю. Самое главное, что никто из нас не чувствует страха, мы все знаем, что требует от нас Бог, и мы чувствуем плечо друг друга. Церемония закончилась. У Эрика мелькнула мысль, что церковь вдруг превратилась в военную базу. Тургейр положил на старый обшарпанный стол пачку конвертов. Это были последние инструкции. Три группы уходят через час, у них далекий путь. Они не будут присутствовать на последней церемонии, на последнем жертвоприношении. Еще одна группа, те, кто поедет на катере, тоже отправятся, немедленно. Эрик вручил им конверты, провел пальцами полбу каждого. Он буквально сверлил их взглядом. Они вышли из сарая, не произнеся ни единого слова. Снаружи их ждал тургейр с ящиками и другим оборудованием. Они должны были взять все это с собой. Без четверти пять седьмого сентября первые четыре группы ушли. Три группы направлялись на север, а одна на восток от Сан-Хаммарна. Когда машины уехали, а остальные разошлись по своим укрытиям, Эрик остался в сарае один. Он сидел в полумраке совершенно неподвижно, с кулоном в руке, позолоченной сандалией этот амулет был ему не менее дорог, чем крест. Сожалеет ли он о чем-то? Но сожалеть сейчас значит отринуть Бога. Он всегда лишь был орудием в руках Господа. Правда, орудие, наделенное свободной волей и желанием понять, осознать и стать избранником первые годы после Гаяны. Он был просто не в силах разобраться в своих противоречивых чувствах к Джим, а главное в себе самом. Это было время, когда мысли и чувства в нем пребывали в полном хаосе, когда он не мог объяснить себе, что же произошло в Гаяне. Он не мог понять Джима и его действий. И лишь с помощью Сью-Мэри, лишь благодаря ее безграничному терпению, он постепенно осознал, что различие между ним и Джимом было очень простым, но в то же время ошеломляющим. Джим был обманщиком, дьяволом, принявшим облик пастора, в то время, как он был искателем истины, избранным богом для того, чтобы объявить неизбежную войну миру, где бог был заточен в мертвые склепы церквей. А в мертвых ритуалах не было веры, которая одна только и может наполнить человеческую душу радостью и благоговением перед жизнью. Он зажмурился и глубоко вдохнул смолистый воздух. В детстве он с родителями как-то гостил летом на Элленде у родственника, тот был рыбаком, когда он вспоминал об этом лете, самым, пожалуй, счастливом в его жизни, то всегда ощущал запах смолы. Он помнил, как в светлые летние ночи он прибегал на берег и часами сидел в таком же сарайчике с рыбацкими принадлежностями, только ради того, чтобы дышать этим волшебным запахом. Он открыл глаза. Пути назад не было. Да он и не искал его. Время пришло. Затаившись за деревом, он посмотрел на веранду. Анна сидела в той же позе, что он ее оставил, что она решила. Было слишком далеко, он не видел ее лица. Сзади что-то хрустнуло, он резко обернулся. Это был Тургейр. Эрик взорвался. Почему ты подкрадываешься? Я не хотел подкрадываться. Эрик сильно ударил его в лицо, Тургейр только склонил голову, Эрик быстро погладил его по голове и двинулся к дому. Он беззвучно прошел на веранду и встал у нее за спиной. Она заметила его присутствие.